Итак, приветствую тебя, дружище! Ты на канале Князь, меня зовут Сашка, и сейчас у нас выходит экстренное, скажем так, видео. Причём не то, чтобы я хотел набрать много просмотров, потому что выкладываться оно будет ночью, и его мало народу посмотрит, но, тем не менее, новость достаточно серьёзная, скажем так, ошеломляющая. Вот, так что, если чё, лепи лайк новости, конечно, по поводу предстоящего обновления, и вы уже могли понять по названию, что добавят двух новых героев, и меня это, мягко говоря, смутило, потому что за всю историю того, как я играю в Битву Замков, такого я ещё не видел. У нас много вопросов было постоянно, почему разработчики в этом месяце, в этот раз задерживают обновление, теперь нам становится потихонечку понятно. Сейчас пройдёмся по нововведениям обновления, пройдёмся по пунктам, которые нам понятны. Конечно, много пунктов, на самом деле, нужно ещё расшифровывать. Ладно, сейчас я нахожусь на своём Телеграм-канале. Кому интересно, чтобы не пропускать уведомления о видосах и, самое главное, стримах, можете на него подписаться. Иногда там я и другую дичь, почву, вот сегодня я постил новости по поводу обновления, но, тем не менее, если вы хотите получать, скажем так, более качественные новости раньше всех и с переводом, то подписывайтесь на, помимо моего Телеграм-канала, подписывайтесь на Телеграм-канал под названием Castle Clash, Битва Замков, Инфо. Все ссылочки, друзья, будут в описании. Потому что здесь это всё будет переведено и всё будет выглядеть вполне читаемо и нормально. То есть, если сюда подпишетесь, не будете пропускать никакие новости по поводу нашей игры, акций и так далее. Ладно, возвращаемся ко мне и пошли по пунктам. Сначала я думал, что это, возможно, фейк, но уже было подтверждение с тайваньского форума. Во-первых, это на Тайване было опубликовано, причём админами форума, потому, в принципе, то, что это достоверная информация, мы можем не сомневаться. Тут у меня уже подоспел английский перевод, и с него нам прочитать всё будет, скажем так, намного легче. Но если я какие-то пункты не понял, а вы смогли расшифровать, можете смело писать в комментариях, и ваше предположение будет интересно почитать. Ладно, дамы и господа, хотелось бы начать с того, что обновление выйдет уже совсем скоро, завтра, а может быть даже сегодня, если, ну, я не знаю, ночью опубликую видео. То есть вы, когда проснётесь, да, если вы сейчас спали, спите, короче, обнова уже будет на Тайване, и будут уже, наверное, более подробные обзоры, разные ютуберы запишут. Ну вот, ну ладно, на Тайване дадут 800 самоцветов, не знаю, сколько дадут на русском сервере самоцветов. Многие школьники ждут обновления не потому, что там будут какие-то новые локации, а просто потому, что дадут халявные самоцветы. А если самоцветов дадут мало, то сразу там у всего 6-го Б подгорает одна пятая точка, и они покоряют космические просторы. Ну да ладно. Так, пошли. Первый пункт, самый интересный и необычный. Added Guardian Trial Activate This. Короче, срать на мой акцент, это всё плевать. Короче, добавляется новая локация, и к ней у нас много вопросов. В Инстаграме разработчики публиковали, скажем так, картинки по поводу нового босса. Я сейчас вам попытаюсь их найти, если сейчас на них напарюсь. Вот, смотрите, новый босс, да, в Инстаграмах, в Фейсбуках они публиковали. И, возможно, первый пункт именно относится к новому боссу и реально новой какой-то локации. Причём ещё немаловажный факт заключается в том, что тут нарисованы хранители. И как одно из предположений прозвучало от моего подписчика Челсика, то что, скажем так, возможно, нам дадут выбор, вот, когда активировать нашего смотрителя, хранителя, фракцию. Вы называете, как хотите, плевать. Возможно, но не факт. Но, тем не менее, хотелось бы верить, что под первым пунктом у нас скрывается именно непосредственно какая-либо локация. И тоже не спешить, ну, смотрите, написано новый босс. Ну, что-то новое определённо будет. Но, тем не менее, если рассматривать этот первый пункт, друзья, то что у нас получается? Это может быть так же, как и воздушный шар, как и донатная какая-то новая акция. Да, не обязательно локация. У нас же разработчики даже фонтан желаний локации рассматривают. Так что, возможно, это будет новый шар. Но не факт. Добавят нам его, не добавят. Так что, пока что, слюни свои приберите. Приберегите, да. Вот я свои слюни не выпускаю по поводу новой локации. Плевать. Идём дальше. Монстр Сиич. Типа, новая волна, ребятка. Ребятки, будет называться АДЖЕЙ. И тут у меня тоже много вопросов к разработчикам. Конечно, то, что добавляется новая волна, это реально очень круто. И, как бы, спасибо разработчикам. Я буду пытаться её пройти. Но, тем не менее, хотелось бы высказать своё мнение, которое заключается в том, что совсем недавно нам добавляли АИ-волну. И могли бы всё-таки добавить сейчас Кошмарку. Потому что Восьмую Кошмарку мы ждём уже реально долго. А, скажем так, волна выходила совсем недавно. Но, сами понимаете, что они могли не добавлять новую волну. Так что, то, что они добавляют, это, несомненно, хорошо. И за это разработчикам спасибо. Также при прохождении данной волны вы получите, друзья, пять камней девятого уровня. Да, этих красных донатных камней. И хотелось бы отметить тот факт, что за прохождение АИ-волны тоже выдавались эти камни. И разработчики могли бы расщедриться и всё-таки за такую серьёзную ачивку дать уже десять камней. Потому что, ну, вряд ли будет эту новую волну легко пройти. Идём дальше. Добавляется скин к зданиям. То есть, и мы предполагали, что, возможно, будут добавлены скины ко всем зданиям. Но здесь написано, муниципальный центр — это ратуша. Да, вы можете видеть у себя на экранах, как это будет дело выглядеть. Драконы — это очень классно. Дальше добавят скины к отображению к трём башням. То есть, это вот здоровая пушка, которую никто не использует. Это магическая башня и стрелковая башня. И как мы предполагаем, помимо того, что здания будут видоизменяться, также появятся у них какие-то свойства. Когда вы получите эти скины. Хотелось бы, чтобы каждый простой смертный без доната мог получить всё это дело и улучшить. Потому что у многих здания уже прокачаны на максимум. Но раз нам разработчики, благодаря каким-то акциям на Фейсбуке и ВКонтакте, раздают коды на получение скина к зданиям, я могу предположить, что, наверное, это будет не просто так. И всё-таки склоняюсь к тому, что реально нам придётся донатить, чтобы получить эти новые скины. Потому что, ну, а зачем им тогда нам было выдавать какой-то там сраный код и так далее? Это было бы нелогично, если бы мы эти здания, скажем так, могли бы прокачивать за... Ну, просто так. Да, вот ты докачал, допустим, ратушу до 25 уровня, и ты, бац, можешь взять и прокачать 26 уровень. Так что, think about it. Вот, идём дальше. Причём, да, ещё момент. То есть, ещё какое-то четвёртое здание... То есть, ещё какое-то здание будет скин добавлен, пока неизвестно какое. То есть, ратуша точно, три вида башен точно, и дальше тарет написано. Не знаю, как это правильно звучит, но тем не менее. Что-то будет ещё. И, возможно, одно из моих предположений, но опять это 50 на 50, будет классно, если разработчики будут в течение, там, следующих обновлений добавлять ещё какие-то новые скины отображения зданий. Но опять... Но с другой стороны, если это будет всё задано, то пускай эти скины себе они... Ладно, не буду говорить грубо, пускай они просто их оставят. Идём дальше. Added Valentine Day Loading Map. Ну, типа, новое загрузочное, скажем так, изображение, да, ну, это случается при каждом обновлении, это, на самом деле, нас особо сильно не заботит. Идём дальше. Добавляют новый талант. Ну, куда уж без новых талантов, причём тут достаточно интересно всё это выглядит. Во-первых, увеличивает данный талант атаку. И максимальный damage dealt by x is x. Короче, что-то будет на атаку, и, как мне кажется... Ну, опять же, да, хотите точный перевод посмотреть, перейдите в новостной телеграм-канал, там есть ссылочка в описании. Но, возможно, я не удивлюсь, если добавят талант, который будет ограничивать входящий урон. Может быть, так будет. Но это тогда будет топовый талант. Вы можете из любого героя сделать, грубо говоря, фрею, если будет ограничение на входящий дамаг. Ну, реально. Это просто моё предположение, потому что я не шарю на должном уровне в английском языке. Далее, ребята. Новый герой. Сейчас переходим к самому вкусному. Я не буду тут смотреть, скажем так, их умения. Это будет уже инфа чуть позже. Не хочу ломать язык и уши вам. Тем более, это всё будет не точно. Но, опять же, один добавляется герой. Рейдиш Вариар. Это, типа, воин редиски. Если он будет выглядеть как редиска, то это будет, несомненно, круто и классно. Ржачно. Я люблю пофаниться. Но, тем не менее, это один герой. Перевод выйдет совсем скоро. Его умения. Не хочу реально ломать мозг. И, самое интересное, второй герой. За всю историю, что я играю в битву замков, сразу двух героев не добавляли. Я не знаю, почему так поступили разработчики. Это, по сути, будет грандиозное обновление. И потому они, наверное, задержали выход данного обновления. Но, если честно, я хотел бы грандиозность немножко другую, которая, скажем так, была вызвана бы не добавлением сразу двух героев, а добавлением, к примеру, каких-то новых локаций или серьезное переосмысление старых локаций и наград за старые локации, потому что они, на самом деле, сейчас уже давно не актуальны. У нас выросла сила, но нам при этом до сих пор дают максимум 1800 кулачков на битве гильдий. Ну, да ладно, тут фишечка заключается у нас, друзья, в другом. То, что второй герой, который будет добавляться, его нельзя будет выбить, скажем так, за самоцветы и значки почета здесь написано. То есть он будет донатный. Неизвестно, неизвестно, в какой мере донатный. Вроде это не новый дракон, да. У нас вот эти акционные драконы там по типу Огнекрыла, по типу, по типу, блин, я уже забыл, как дракон. Ну, допустим, Арктика и так далее. Возможно, это будет по типу Огнекрыла какой-то герой, да, но не обязательно дракон. Может быть, там будет, не знаю, мочевой шарик какой-нибудь, который будет всех убивать. А, возможно, данного героя будут давать за какую-то донат-ачивку. То есть по типу Шапки, по типу Минотавра, по типу Разрушителя. И, ну, наверное, так будет логичнее и класснее, потому что люди уже донатят очень много, большие суммы. Уже все донатные ачивки давно забрали. И если добавят в донатную ачивку нового героя, то это будет замечательно. Но мне кажется, что, скорее всего, это будет что-то по типу акционного героя. Потому что если бы они меняли донатные ачивки, помимо добавления нового героя, они обязательно бы там докинули всевозможных ресурсов. То есть каждый раз, когда они меняли донатные ачивки, помимо героя, да, когда добавляли Разрушителя, они там добавляли какие-то и другие вещи, которые ты получаешь за донат. Какие-то камушки, там, значки почеток, эгэшки, кулачки, вот это вот прочее, скажем так, буйство красок. Так что, не знаю, выйдет обновление, выйдут нормальные переводы, тогда узнаем точно. И когда, конечно, русский сервер выйдет, тогда уже станет все окончательно понятно. Дальше, новый питомец. И меня радует, что данного питомца можно будет выбить из синих и фиолетовых яиц. Да, тут написано с blue and purple, ну, типа, фиолетовые, да, окей. Короче, добавят нового питомца, и раз его можно выбить только из голубых, синих и фиолетовых яиц, то это означает, что это будет редкий питомец по типу чикабума, не думайте, что вы там, как карасика, будете легко его фармить за зеленые яйца. Нет, скажем так, на 35 уровень вы его быстро не прокачаете, если вы не топ-донатер и не будете в акциях данного питомца покупать. Вот, но тем не менее, меня очень радует, что разработчики услышали наши молитвы, и они добавляют питомца не за донат. Пускай редкого, пускай он будет редко падать, но тем не менее, за это разработчикам огромнейшее спасибо, потому что в последнее время питомцев реально, ребята, добавляли только за бабулесик. Вот, сейчас данного питомца смогут заполучить абсолютно все, и даже без донатный тунец. И касаемо его умения, опять же, не хотелось бы ломать свой языковом мозг, но он будет накладывать щит на героев, помимо того, что он будет атаковать и так далее, ну, вроде как, ничего. Опять же, по поводу, допустим, умений героев, я так прикинул, посмотрел немножечко. Ну, я не могу сказать, что это супер какие-то имбы, да, на первый взгляд, но, как мне кажется, умения у героев тоже достаточно интересные, и они стоят своего внимания. Идем дальше. Добавлено три новых скина, ребятки, и я, если честно, не могу понять, кому именно добавили. Понятно только одно, что добавят скин непосредственно для Феникса, но об этом мы знали и так уже достаточно долгое время, потому что разработчики постили, скажем так, постили картинку, там, где новый питомец был изображен, и на заднем плане там был золотой Феникс. То есть Феникс у нас после того, как получит скин, будет золотым и красивым. Это все понятно. И дальше идем. Рэдиш Вариор. Я не знаю, что это. Или это сразу, короче, дадут скин кому-то из новых героев, да, потому что здесь, смотри, новый герой Рэдиш Вариор. Ну, скорее всего, дадут скин сразу новому герою. Но это достаточно странно. А если посмотреть дальше, тут Fire Tree Demon, типа этот скин будет называться Огненный Деревянный Демон. Также можно предположить, что, к примеру, это скин для Трианта. То есть Триант станет огненным. Ну, как бы 50-50. Или это дадут скин новому... Или это дадут скин новому герою, или дадут, наверное, Трианту, или что-то третье. И дальше Rose God of War, Night Rose, я не знаю. Типа Ночная Роза, Роза Войны. Кому скин дадут, пока непонятно. Узнаем, когда уже на Тайване выйдет обновление. Дальше. А, смотрите, дальше мне вам не прокрутить, и вы это можете не увидеть. Ну, давай. Ой, я попробую вот так вот вручную сделать, да, ребят? Смотри. Peak Level Optimization. Я хер его знаю, что это такое. Тут написано изменение, да, исправление, которое разработчики сделают. Опять же, очень хотелось бы отметить тот факт, чтобы это были исправления именно багов, с которыми сталкиваются игроки, а не просто какие-то невиданные ошибки, да, нам, к примеру, выкатывают обновление, говорят, мы исправили то-то, то-то. Но при этом никто о существовании данного бага не знал. Ну, типа, исправили, ну да, спасибо, как бы. Но мы с этим не сталкивались. Just Talent Switching. Короче, они изменят интерфейс роллинга, ребятушки, талантов. Это первое, да, ну, вы это можете заметить под вторым пунктом. Третье, они изменят интерфейс роллинга героя. Я не знаю, для чего они это делают, как второй, так и третий пункт, да, по поводу изменения интерфейсов, роллингов, талантов и героев, потому что вроде нас и так все устраивало. Непонятно. Дальше. Монстр Сич Ревизион. Я, если честно, пока херово знаю, что это такое. Так, идем дальше. The Honor Limited Adjusted. Короче, добавляют на склад. И не на склад, допустим, если вы там раньше могли 5 миллионов значков в подсчетах хранить, будете хранить 50 миллионов. И вот все в таком же духе. Еще что-то там добавили, то есть увеличили, да, вместительность. Это мы узнаем, скажем так, чуть подробнее, непосредственно, когда выйдет обновление. Вот. Но это не самое главное. Fix the power of fate to calculate the wrong problem. Короче, еще как... Я седьмой пункт, честно, не знаю, что такое. Восьмой. Опять же, непонятная херня. Так, и многие из вас могут сказать, что не добавят второго героя, ребят. Возможно, и не добавят второго героя, но я на 99% уверен, что будет какой-то второй донатный герой. То ли за акции, то ли за ачивки, за донат. По типу разрушителя. Потому что добавляют в алтарь не одно дополнительное место, как было раньше, а сразу целых два. И это не может, скажем так, ну, не то чтобы радовать, но без внимания это не может остаться. Они бы не стали просто так добавлять два места в алтарь. Так что, я думаю, мы увидим двух новых героев. И также увеличивается на 10 максимальное количество мест на складе. Давайте подведем, ребят, итоги. Ёлки-палки, записал я это видео на целых 20 минут. Вот, ну, но это что-то необычное. Это что-то необычное, что-то такое невероятное. Это заинтриговало. Хочется узнать, что же там будет. Ну, и надеюсь, что хоть какие-то наши мольбы и просьбы со стороны разработчиков будут удовлетворены. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ссылочки на мой телеграм-канал и на новостной телеграм-канал, где вы можете найти подробную информацию по поводу новостей в битве замков и предстоящих обновлений, все будет находиться в описании. Спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok